доброе утро друзья хочу сделать акцент и попросить вас досмотреть этот выпуск до конца все потому что речь пойдет о глобальной проблеме о проблеме воды как вы знаете на сегодняшний день уже есть огромный дефицит воды и и просто не хватает на всех в мире сегодня мы будем общаться с ребятами которые нашли решение этой проблемы они придумали как добывать воду из воздуха это съедобный бизнес мы начинаем this year the smart oasis team launched the very first water fountain of the new generation in dubai now thousands of dubai citizens are drinking free and clean smart water daily living zero carbon footprint our mission is to bring water prosperity into the driest areas of the planet we combine solar energy and the power of air to produce fully sustainable clean and affordable water for everyone 80 percent of the water is getting consumed by the agriculture industry we are running out of water to drink to solve this problem we created green farms oasis autonomous water module for vertical food growing and gardening fully powered by the sun our technology is optimizing the solar panels productivity with smart oasis solar we get the maximum out of the solar farm while Elon musk is working on the escape plan for the humanity we are working with the brightest engineers private companies investors and governments to keep our home the greenest planet in the solar system let's build a future where every person has an access to water alex я тебя приветствую рад нашей встрече расскажи пожалуйста кто ты и как-то вообще пришел к созданию такого интересного проекта привет андрей рад увидеться и познакомиться с тобой моя история как разработчика чего-то нового интересного началась 2015 году до этого времени я около семи лет был в бизнесе и занимался торговлей занимался коммерцией и и 2015 году я окончательно понял что мне это не интересное то что я делаю не приносит не сможет принести какого-то большого влияния на окружающий мир мне очень хотелось оставить после себя что-то хорошее то что может быть интересно следующему поколению то что может им помочь в шестнадцатом году мы с ребятами приехали на выставку water expo и хотели посмотреть что же из инноваций может предлагают на сегодняшний день на рынке воды тогда рынок воды был для нас ну просто как одним из рынков на котором мы можем предложить какие-то те или иные решения вот и каково же было наше удивление когда приехав на эту выставку мы обнаружили наполовину пустой павильон который из всех инноваций предлагал только линии про стасовки воды в пластиковые стаканчики ну и по сути все и какие-то более новые варианты упаковки на этом все инновации закончились для нас это было действительно большим потрясением в украине тогда разговоры о природе об окружающей среды только начинали набирать обороты в то время как европа уже давно занималась сортировкой мусора вот и для меня достаточно далекого от этой темы человека было это удивительно мы вернулись и начали более детально и глубоко изучать рынок воды и анализировать какие же его перспективы и в процессе этого анализа выяснилось что шаг за шагом к нам близится так называемый водный кризис его суть заключается в том что мы как человечество с каждым днем все больше и больше окружаем себя теми или иными продуктами на производство которых ходит огромнейшее количество воды алекс насколько понимаю проблема нехватки воды она очень серьезная на сегодняшний день расскажи пожалуйста в чем она заключается и насколько вообще она глобально и какие есть вообще варианты ее решения это очень хороший вопрос андрей потому что на сегодняшний день глобально мир поделился на две категории людей одни которые живут в переизбытке этой воды и совершенно не собираются ее экономить другие же люди другая половина причем это действительно сейчас на сегодня это 50 на 50 вынуждены проходить по несколько километров для того чтобы обеспечить себе хотя бы минимально какие-то санитарные условия и минимально необходимый доступ к к воде как таковой мы не говорим о питьевой воде мы не говорим сейчас о какой-то высококачественной чистой воде мы говорим о минимально необходимой просто пресной воде и эта проблема день за днем продолжает усугубляться одними из основных потребителей чистой воды является являются американцы как ни странно при том что у них ну возможно это связано с тем что они не чувствуют нехватки в этом ресурсе на сегодня они тратят около 600 литров на человека в день в среднем при том что согласно данных оон рекомендуемое количество в человека на человека в сутки порядка сорока восьми пятидесяти литров все мы знаем слышим о приближающихся изменениях климата повышение температуры отчасти проблема с нехваткой воды приходит и оттуда потому что пересыхают реки таят ледники в штатах пересохла одно из устье рек если я не ошибаюсь это колорадо эта же проблема сейчас в некоторых устьях днепра это все говорит о том что недостаточно подпитываются подводные воды которыми мы привыкли пользоваться и которые на сегодня одни из плюс минус чистых и опять-таки глобальная проблема выглядит следующим образом на производство любого продукта который мы себя окружаем кроссовки футболки продукты питания автомобили требуется вода вода же также требуется точно для наших естественных обеспечения наших естественных потребностей и вот эти вот продукты которые мы себя окружаем их количество на сегодня не уменьшается ни капли наоборот маркетинг движется вперед он нам предлагается более более нишевые продукты количество этих продуктов растет изо дня в день прекрасный пример для производства футболки необходимо потратить порядка четырех тонн воды для производства одной пары обуви в среднем требуется около восьми тонн я не знаю у кого как да к сожалению я об этом раньше не так глубоко задумывался и сейчас я немного по-другому начал относиться к расходу и к своим потреблениям и я буду рад если то о чем я говорю поможет людям задуматься о том как они относятся к проблеме с водой скажи в таком случае как каждый из нас на планете земля может посодействовать предотвращению катастрофы и помочь решению вопроса с водой и как ваш проект какое у вас решение этой проблемы для того чтобы поделиться своим решением нужно сначала наверное немножко рассказать о том а корни проблемы мы каждый день окружаем себя все большим большим количеством различных продуктов для того чтобы вырастить один авокадо необходимо от семидесяти до ста литров воды при этом если вы захотите получить из этого авокадо воду максимум что вы сможете из него выжать ну грамм наверное сто пятьдесят двести а это значит что вся остальная вода которая была потрачена на его выращивание она либо ушла в землю либо она испарилась например некоторые рекомендуют пить вино вместо воды это хорошее решение но для того чтобы произвести сто двадцать пять грамм вина требуется порядка ста пятидесяти литров той же самой воды поэтому идея хорошая но к сожалению она не решит глобальные проблемы так вот копнув глубже и поняв куда уже уходит вода мы решили что необходимо воду извлекать из воздуха и причем делать это максимально автономно без привязки к каким-либо внешним ресурсам тут поподробнее пожалуйста есть традиционные несколько методов получения чистой пресной воды один из методов это дистилляция то есть использование опреснения и дистилляция использование грязной воды и превращение ее в чистую с помощью нескольких нескольких методов первый это испарение этой воды выпаривания следующий метод это метод фильтрации обратно то что делаем мы оба эти источника они привязаны к какому-то водному ресурсу океан, озеро, река неважно что-нибудь так вот хорошо когда есть рядом некий водный ресурс но если ты им активно пользуешься это значит что он если это не океан это значит что он может в процессе повышения климата в процессе его использования он может истощиться воздух обогащенный влагой это неиссякаемый ресурс и в природе все время будет находиться баланс поэтому сколько бы мы не вытягивали из воздуха влагу все время будет находиться естественный баланс и эта влага будет пополняться из различных водных ресурсов из того же самого океана в котором на сегодняшний день находится 97% всех запасов воды в мире так вот наш метод он отчасти соотносится с методом испарения потому что в процессе испарения этой там грязной или соленой воды мы получаем пар мы же этот пар получаем конденсируя его из влаги находящейся в воздухе наша система работает на солнечных панелях соответственно она не использует она полностью автономна она не использует традиционные ресурсы электричества соответственно не оставляет после себя какого-либо карбонового следа углекислого углеродного следа что относит ее к полностью устойчивым источникам производства воды и соответственно без какого-либо негативного влияния на окружающую среду мы сейчас пишем интервью в Дубае с какой целью вы приехали в город будущего и что здесь делаете чем занимаетесь в Дубае очень хорошо нам здесь нравится город будущего хаб инноваций наша цель помочь этому городу с его озеленением и тот та задача с которой мы приехали сюда основана на нашем решении которое в прошлом году мы начали реализовывать здесь и закончили в феврале месяце этого года это система автономной добычи воды из воздуха которая может давать воду в любом месте и основываясь на этой системе мы приняли участие в челлендже которые организовал Дубай фьючер акселератор инновационные технологии полива с помощью которых Дубай муниципалитет может покрыть труднодоступные территории которые на сегодняшний день не покрыты сетью полива согласно нашего решения мы предлагаем делать генерировать воду из воздуха прямо на месте где это необходимо без использования километровых трубопроводов без использования насосных станций без привязки к каким-либо внешним водоподводом мы предлагаем создавать технические озера предотвращая их регулярные испарения обогащать эти озера специальными органическими веществами и затем использовать эту воду для полива чтобы превращать песок фактически в ну наверное правильно сказать благодатную почву именно с этим решением мы приехали в Дубай фьючер акселератор и сейчас этим активно здесь занимаемся мы готовим проект по которому Дубай сможет получать эту благодатную почву прямо на месте где им это необходимо пустыня удаленные уголки и я так понимаю что есть уже прототипы установленные в Дубае смарт-оазисы да мы как я уже говорил осенью прошлого года начали установку в феврале месяце этого года закончили вторую конструкцию они установлены в Дубае в парке Аль-Мамзар где они утоляют жажду гостей парка дают питьевую воду выращивают помогают расти растениям очищают солнечные панели с помощью которых питаются и там есть функция такая холодного тумана которую мы в дальнейшем планируем использовать в нашем новом проекте Алексей у нас канал о бизнесе поэтому давай поговорим немножко о цифрах сколько вообще вам обошлось создание этого проекта и видите ли вы с точки зрения с финансовой точки зрения варианты как быстро вы сможете окупить этот проект на сегодняшний день реализация этого проекта которая включает в себя разработку создание и реализацию в Дубае двух установок обошлась нам в 120 тысяч долларов из этих денег частично компенсированы деньги Дубая муниципалитетом тех денег которых не хватило доинвестировал я сам лично да на сегодняшний день мы видим перспективы мы занимаемся оптимизацией этого устройства для того чтобы обеспечить максимально эффективную максимально эффективное соотношение производительности одного устройства и его стоимости и уже на сегодня нам удалось эту стоимость сократить практически в три раза то есть на сегодня эта конструкция она будет обходиться заказчику порядка 20 тысяч долларов при том что производительность устройства будет начинаться от 55 литров в сутки и доходить может там до 100 до 120 значит в чем заключается оптимизация мы после того как установили наши конструкции мы проанализировали мы собрали отзывы от дуба муниципалитета мы поняли что ключевым является получение питьевой воды и все наши дополнительные функции по сути они просто демонстрируют различные применения этого водного ресурса но ключевым является получение генерация воды так вот для того чтобы это генерация была максимально эффективной мы конструкцию оптимизировали убрали из нее все функции которые могут потреблять электроэнергию и новые конструкции как я уже говорил будут обходиться заказчикам где-то цифру до 20 тысяч долларов будут давать от 55 литров воды и выше в зависимости от времени года от длительности светового дня от влажности от температуры но мы провели достаточно большую работу по оптимизации повышение эффективности и не собираемся на этом останавливаться то чем занимаемся мы сейчас вместе с компанией партнерами это создание совершенно нового модуля генерации воды который будет иметь энергоэффективность в 10 раз лучше это значит что он с одного и того же объема устройств и с одних и тех же мощности панелей сможет производить в 10 раз больше воды и показатель одного смарт-лайдеса может увеличиться с 55 литров плюс до 550 литров плюс ты сказал что ты доинвестировал со своего кармана скажи тогда пожалуйста вообще откуда у тебя капитал как ты его заработал как я говорил в начале до 15-го года я занимался коммерцией я занимался продажами я занимался трейдингом и весь основной свой капитал я заработал именно в тот период трейдинг а можно чуть подробнее трейдингом чего в 2018 году в 2008 в 2008 году мы в 2008 году я занялся импортом аксессуаров для техники apple и для мобильных телефонов в тот момент этот рынок был самым растущим и устройство уже появились Украина в то время еще не попадала в фокус зрения компания apple и устройство появились аксессуаров очень не хватало очень остро не хватало наша компания занималась с импортом этих товаров из китая и продажа их через розничные сети со временем мы начали создавать свои бренды со временем по истечении еще там определенного периода времени мы начали уже не просто создавать свои бренды а мы начали создавать свои технические устройства в 2016 в 2017 году мы даже выходили уже когда было создано конструкторское бюро мы выходили на кикстартер с продуктом умного магнитного держателя и собрали сумму порядка 140 тысяч долларов при требуемых 40 продукт был своевременно запущен и разослан всем клиентам к сожалению с партнерами с которыми мы реализовывали этот проект нам пришлось по определенным причинам разойтись и я продолжил дальше свою собственную свой собственный бизнес который заключается в конструировании стратегических решений технических решений ты затронул интересную тему денег скажи вы сейчас привлекаете инвестиции в этот проект либо же вы нацелены на заключение хороших контрактов с целью распространения этого продукта и таким образом генерации дальнейшего бюджета для развития мы двигаемся параллельно и вместе с поиском финансового партнера не классического инвестора финансового партнера который сможет нам помочь закрыть не только денежный вопрос но и в том числе вопрос участия в производственном цикле постольку поскольку по нашим расчетам продукт рекомендуется производить и устанавливать в регионах где он будет в дальнейшем и использоваться и продавать параллельно с этим мы ведем активные диалоги с компаниями с девелоперами которые готовы выступить в качестве заказчиков этого продукта и дать дать воду из этого продукта своим гостям речь идет и о компаниях застройщиков как девелоперах так и компании которые владеют гостиничными комплексами парками резортами дело в том что в дубае достаточно жаркая погода круглый год и вода нужна гораздо гораздо больше питьевая вода нужна в гораздо больших объемах нежели в каких-то других там в европе в в европе окей значит даже находясь здесь в дубае у нас каждые буквально 3-5 дней происходят встречи с различными компаниями которые интересуются не только покупкой этого продукта но и в том числе участием в создании производства мы на сегодняшний день занимаемся оптимизацией и увеличением эффективности технологий и сейчас для того чтобы максимально в максимально короткие сроки выдать MVP мы ищем порядка 350 тысяч долларов параллельно с этим у нас есть продукт над которым мы очень глубоко работаем это автономные системы выращивания растений это полностью закрытые теплицы автономные комплексы которые позволяют выращивать салаты овощи без каких-либо внешних подключений под этот проект мы сейчас привлекаем инвестиции на 800 тысяч долларов и делаем это параллельно здесь в Объединенных Арабских Эмиратах и в Соединенных Штатах Америки это пространство в котором мы работаем здесь все полностью состоит из различного рода инноваций это и специальные переговорные комнаты обесшумленные специальные отведенные места места для разговоров по телефону места для сна кухни 3D комната для 3D печати все на самом высшем уровне великолепно смоделированные задизайнеренные переговорные комнаты которые как правило забиты до отказа время забронировать очень сложно кстати время в переговорных комнатах бронируется через чат-бота робота отдельно запрограммированного вот комната для 3D печати где мы моделируем все необходимые для нас элементы компоненты которых нам не хватает вот небольшая модель нашего смарт-оазиса здесь же будет в дальнейшем распечатан и проект по автономным теплицам для выращивания растений в условиях пустыни кстати печать металлом 3D печать из металлических форм на 3D принтере это комнаты для разговора по телефону для того чтобы не отвлекать коллег от рабочего процесса заходишь закрываешься и разговариваешь по телефону куклу куклу так друзья мы переместились в парк аль мамзар где установлены уже первые смарт-оазисы в Дубае чтобы наглядно посмотреть как же они работают вот приехали мы поздно вечером потому что невыносимая жара днем 45 сейчас вот 35 градусов и высокая влажность вот я еще не дошел до места уже весь мокрый сейчас будем общаться с Романом это партнер Алексея по этому бизнесу ну что добрались мы уже наконец-то к нашему смарт-оазису точнее не нашему ребят вот представляю вам это Роман участник этого проекта Роман здравствуйте здравствуйте Андрей ну что расскажи нам пожалуйста немножко о этом проекте Алекс ну озвучивал какая была долгая дорога да и как это все происходило давай поговорим немножко о технических составляющих вообще да и чего он состоит и как он работает значит в принципе здесь все довольно таки просто технология давно известная отработанная временем и самой природой значит состоит он из крыши это солнечные панели которые на себя разумеется принимают солнечные лучи питают аккумуляторы которые в дальнейшем с помощью забора воздуха генерят чистейшую питьевую воду питьевой она конечно становится в процессе очищения у нас здесь есть система фильтрации система минерализации воды и на выходе мы получаем в день до 55 литров отличнейшей питьевой воды вижу что вокруг этого сооружения да везде высаженные цветы они настоящие да это салоновый куст прекрасное растение поливается в принципе в основном ночью и на рассвете хорошо цветет приятно выглядит ну и соответственно создает некий такой антураж естественного и зеленого комплекса ну на самом деле выглядит отлично ну в дубае конечно мы пожили немножко уже понимаем что там это не новость что здесь приживаются и можно как бы выращивать различные растения с помощью круглосуточного полива но вот конечно то что вы построили ребят такую интересную штуку которая дает из воздуха 55 литров воды в сутки это конечно круто так что не забудьте ребята поставить лайк хорошо идем дальше давай посмотрим как она работает и ты более подробно расскажешь вообще о самой системе да я тебе даже более подробно еще расскажу о том что здесь же полностью автономная система а весь тот полив который мы наблюдаем в дубае это полив с помощью коммуникаций которые были для этого проложены подготовлены специально для того чтобы обеспечивать полив данная система абсолютно автономная она не требует подключения ни электроэнергии так смарт уазис все забрендировано все как положено так а что вот это такое это краники или что это это мега удобная штука если вдруг у тебя разъедился телефон что вполне достаточно часто бывает на пляже как ты понимаешь погода здесь такая что когда ты используешь телефон в полную меру он очень быстро садится данные розеточки позволяют тебе заездить с помощью обычного usb разъема здесь 2 ампера 1 ампер приходишь заряжаешь любой аппарат подключаешь здесь целых 3 розеточки которые очень активно используются нашими посетителями ребят ну вообще огонь я так понимаю тут же электричество не подведено все от солнечных батарей здесь подключена система подогрева воды ты можешь приготовить себе чаек кофеек растворимый при желании но я думаю мы в такую погоду не будем ее тестировать нажимаешь на синенькую кнопочку окей нажимаешь и удерживаешь здесь специально установлена система для того чтобы вода подавалась по нажатию поскольку если здесь сделать постоянный поток воды то она довольно таки быстро будет расходоваться а так мы понимаем что 250 275 человек могут подойти в течение дня и воспользоваться данным устройством для того чтобы попить водички я хочу сказать что у нас довольно таки часто когда мы приезжаем сюда просто полюбоваться нашими растениями поухаживать за ними посмотреть на смартфазе подходят люди и спрашивают ребята что это такое мы им рассказываем о том что это фонтан питьевой воды и все спрашивают сколько это стоит и мы я думаю очень удивляем ребят когда отвечаем что все это бесплатно ну что ребята пришло время продегустировать как говорится эту питьевую воду которую собирают из воздуха очищают и минерализируют окей cheers слушайте ничем не хуже чем какой-то авиантом на самом деле я вам расскажу как житель Дубая мы покупаем очень много питьевой воды мы там чай завариваем мы варим лапшу там картошку все на питьевой воде потому что из крана вода конечно вообще ужасно и вот это это гениальное решение которое позволяет если этот проект будет развиваться в эмиратах позволяет вообще получить намного качественнее воду чем которую мы сейчас покупаем совершенно бесплатно либо даже если они намерятся ее продавать ну надеюсь как бы она будет стоить адекватных денег и ну как бы жизнь в Дубае станет еще лучше а и это да и с его в в в и это в в Слушай, ну а по факту, какой максимум установлен по добыче воды из воздуха вами за этот период тестирования, скажем так? Ну, ты знаешь, с учетом того, что здесь зачастую в течение дня влажность воздуха прыгает, наверное, от 20 до 80%. И, разумеется, нам гораздо круче и лучше, когда большая влажность и терпимая температура воздуха. При 30 градусах в среднем воздуха и в 80% влажности мы можем получать до 200 литров воды в сутки. Да ладно, реально? Абсолютно реально. 200 литров воды это тот предел, практически тот предел, на который на данный момент рассчитан этот оазис. Но для того, чтобы не вводить в заблуждение, мы говорим о том, что в среднем в год вы можете получать по 55 литров в день. Но максимальная производительность установки, она гораздо выше. Все остальное вода, которая генерится, она уходит на полив растений, поскольку такое количество здесь точно никто не будет выпивать. И, соответственно, для того, чтобы нам подготавливать воду и делать ее питьевой, здесь установлен бак, в который вода накапливается, а бак ограничен 55 литрами. Блин, огонь! Это получается сколько? Значит, 200 литров? Это сколько мы можем напоить в день человек, если там по стаканчику, грубо говоря, они будут пить? Ну, если мы представим, что стаканчик это 250 миллилитров, то я думаю, порядка 800 человек могут прийти и напиться. Огонь! Это просто огонь! То есть с одной точки можно напоить до 800 человек в день. Это просто круто! То есть это, правда, невероятно, потому что мы находимся в пустыне, мы не где-то там, где все растет, не знаю, амазонка и так далее. То есть это пустыня, где вода – это проблема номер один. И я реально горд, что ребята из Украины, откуда и я сам родом, решают такие сложные задачи и помогают сделать этот мир лучше. Мы посмотрели на то, что здесь в пустыне вода пересыхает очень быстро и заметили, что в пустыне обитает очень много животных. И у нас уже есть проект смарт-оазиса для животных в пустыне. Совершенно верно! Вот именно так. Для того, чтобы животные могли напиться, мы не говорим уже о какой-то суперочищенной воде, минерализированной. Мы говорим о том, что животное может прийти и попить воды. Той воды, которой здесь не хватает, поскольку очень многие озера пересыхают. И данная установка будет генерить уже порядка 200 литров стабильно именно для животных. В течение каких-то 2-3 месяцев появится небольшое озерцо, которое позволит сделать так, что будет подходить животное, пить воду, продолжать свой путь. И я думаю, что все местные жители, именно местные жители будут довольны, поскольку очень обожают лошадей, обожают скачки. И если они так относятся к такому животному миру, довольно-таки снисходительное, с уважением, то будем надеяться, что они будут заботиться о тех животных, которые обитают в пустыне. Так, вот у меня сейчас сразу вопрос. Потому что я себе не могу представить озеро, которое искусственно создано, генериться из не каких-то там подземных источников или подведенной воды, а это получается, вы добываете так же, ну принцип тот же, да? То есть вы добываете воду из воздуха и наполняете ею озеро. Совершенно верно. Мы в течение дня не аккумулируем энергию, а сразу с помощью этой энергии генерим воду. Соответственно, мы довольно-таки удешевили стоимость установки, мы упростили стоимость самой добычи и получения воды. Вода генерится в емкость, с этой емкости подается специальную... С этой емкости подается специальную воронку, отдельно установлена паилка. Мы обязательно тебе предоставим рендеры этого устройства, и ты сможешь сделать ставочку, красивую картинку, мы тебе гарантируем. Вау, ну это огонь вообще просто. С каждым словом я удивляюсь больше и больше. Такой, да, анонс, значит, уже стоят вот эти смарт-оазисы, будут подземные фермы, которые будут выращивать зелень и прочие овощи, будут озера из воздуха, которые будут поить всех животных. Ну, что я могу сказать? За это не то, что лайк надо поставить, надо делать срочно перепост и дать всему миру знать о такой крутой находке и дать возможность этому видео взлететь, получить огромное количество просмотров, чтобы ребята стали супер популярными и с легкостью привлекали инвестиции в этот проект и спасли нашу планету. Ну, как-то так. Субтитры создавал DimaTorzok